Здравствуйте! В эфире наши новости в студии Альфия Сингатулина. 27 марта глава Березовского района Владимир Фомин встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой. Он лично доложил ей об итогах социально-экономического развития Березовского района. Также Владимир Фомин рассказал об основных проблемах муниципального образования и о том, какая работа ведется по их устранению. Глава также доложил о реализации национальных проектов на территории муниципалитета и о ключевых программах, направленных на повышение качества жизни граждан. Впечатление прошлой недели два поселка в азитуре Светлой. На встрече с жителями я задал вопрос, как вы относитесь к стоимости билета и по воде, и по воздуху. То, что касается этих поселков, в азитуре это еще и автомобильный транспорт. Практически многие годы и лет не повышается стоимость и бюджет Югры несет большие затраты. Мы не будем отказываться от этих расходов. Для нас это очень важно, и жители это чувствуют и благодарят, собственно, просили передать вам за это огромное спасибо. А сходится моя информация, которую я располагаю, и то, как вы видите, этот процесс. Правда, в отпуске были, но ваши коллеги, наверное, участвовали или нет в разработке новой схемы маршрутной по авиаперевозкам? Нет. Лично сам принимал активное участие. И то расписание, которое мы утвердили с правительством, с нашим генеральным перевозчиком, авиационным имеется в виду, открыли предварительную продажу билетов, оно абсолютно в плюс. Более подробную информацию об отчете главы Березовского района смотрите в нашем следующем новостном выпуске. В МВД России по Березовскому району состоялось очередное заседание Общественного совета. Среди приглашенных в работе заседания приняли участие протеерей Максим Дурнев и общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Меньшиков, а также представители ОГИБДД и службы участковых уполномоченных полиции. В свою очередь, вместитель начальника ОМВД Николай Ахоков доложил о деятельности ОМВД по профилактике правонарушений и пресечению преступлений за 2018 год и о принимаемых мерах по предупреждению и раскрытию мошенничеств. На встрече в том числе и обсуждались вопросы охраны общественного порядка, в частности, совершенствование системы видеонаблюдения, патрулирование улиц во время летних каникул, участие волонтеров в профилактических мероприятиях. Помимо этого, было запланировано в ближайшее время провести мониторинг общественного мнения и проведение общественного контроля за деятельностью участковых уполномоченных. Восстановление родословное, работа кропотливая и долговременная. Вот уже пять лет, как добровольцы общественной организации «Старожилы Березова» по крупицам собирают историю семей и родов Березовского района. Что уже сделано и что в планах? Об этом наш следующий сюжет. Сегодня первый юбилей, сообществу пять лет. Немало сделано уже. Здесь равнодушных нет. Равнодушных действительно нет. Только увлеченные люди способны отдать свое время и силы на восстановление истории у культуры прошлого Березовского района. Работа общества «Старожилы Березова» регулярно резюмируется фотоотчетами и выездными выставками. К пятилетию со дня основания «Старожилы» подготовили фотоэкспозицию. Каждое фото – это целая история. С отреставрированного снимка на Евгений Петрович смотрит маленькая девочка в плюшевой шубке. Это она сама. Это бабушка моя Добровольская Александра Викентьевна. Это тетя Катя, это папа мой. Это тетя Аня, это дядя Митя. Все они здесь работали, жили и работали здесь. Папа отсюда ушел в армию. Вместе с фотоэкспозицией удалось собрать выставку одежды ретро 50-х 20-го века. Скромные шляпки-таблетки, кружевные воротнички, винтажные броши и кольца. Но самым атмосферным экспонатом оказался патефон. Звук виниловой пластинки перенес в эпоху прошлого столетия. Звук виниловой пластинки перенес в эпоху прошлого столетия. Результаты работы общества старожилов – это не только выставки и фотопрезентации, но и воссоединение семей. От себя лично благодарен вам в том, что помогли нам разобраться в нашей родословной. Восстановить все это было очень сложно. Это и многоархивная работа. Поэтому искренние слова вам благодарности, что мы вместе с этим обрели такую большую семью Новицких. Реконструкция исторических ценностей – это как восстановление родословных, так и реставрация строений на территории района. В 2018 году был восстановлен дом купца Добровольского. Дальше – больше. Наталья Владимировна Комарова перед нами поставила задачу, чтобы каждый год, вот законченный дом купца Добровольского, мост на Режах, то есть дальше пошли к нашему казначейству, то есть год объект, год объект. То есть вот такая задача стоит, и это высокая радость и высокая блага со стороны нашего субъекта федерации. Идейный вдохновитель и руководитель общества Валентина Фарносова поделилась, что видит деятельность старожилов в собственном помещении. Это бы позволило организовать постоянные выставки, куда смогли бы приходить и березяне, и гости поселка. То, чем мы занимаемся, это огромнейший вклад, огромный вклад в исследование и в сохранение именно духовной и материальной культуры тех фрагментов, которые остались от города Березова, от его истории. Пятилетний опыт работы старожилов обобщился в издании «Семейный раритет» в перспективе работы над собранием семейных традиций. Вероятно, это тоже оформится в книгу. В Игримском доме культуры 21 марта состоялся девятый фестиваль-конкурс КВН среди граждан пожилого возраста. Он был посвящен столетию со дня создания системы социальной службы ЮГРЫ. Организатором фестиваля выступает Березовский районный комплексный центр социального обслуживания населения. Да, потрепало нас время-то, но мы не убиваем! «Сто лет без бед» – именно так звучала главная тема фестиваля-конкурса КВН. На сцене Дома культуры встретились пять команд из Березовского района и подарили зрителям самобытную, особенную игру. Это игримская команда «Неугомонные бабки», команды из Березова «Эх, яблочко» и «Позитив», «Уральские девчата» из села Саранпауль. В этом году ряды участников КВН пополнила новая команда «Тегинские оптимистки». Игра состояла из трех конкурсов – приветствия, в котором участники презентовали команды и здоровались с соперниками, жюри и болельщиками. Биатлон, где команды буквально выстреливали шутками, а по итогам конкурса оставались сильнейшие. И домашнее задание, в котором шли в ход шутки, песни, танцы, сценки – главное следование теме фестиваля. Я говорю, врубили. Поняла, врубила. А, ну что, врубили? Да, глухая ты, тетеря. Да подожди ты, колбасица. Вдруг опять не пропустят. Скажут, рано. Чё? Ты челюсть-то вынула. Чё? Так поздняк летаться. Ох, рано засекла. Прочтите, прочтите нижнюю строчку. Не могу. Эй, матенька, да у вас еще безорукость. Зашиби. Всю жизнь была безграмотной, сейчас еще не бери за рукой. Участники показали на сцене все свое творческое мастерство и артистизм. По итогам всех этапов игры члены жюри определили победителя, призеров и участников. В каждом конкурсе командам ставились оценки. Второй год подряд Пальма Первенства и Кубок Фестиваля достается команде «Неугомонные бабки» из поселка Игрим. И хотелось бы пожелать всем в дальнейшем удачи продолжать играть в КВН, быть веселыми, оптимистичными и всегда верить в лучшее. Ну и диплом первой степени, второй год подряд я уже вручаю команде «Неугомонные бабки». Второе место заняла команда с задорным названием «Эх, яблочко» – поселок Березово. На третье место вышла команда «Уральские девчата» – село Саранпау. Впечатления самые яркие и добрые, потому что такой был позитив, внутренний подъем, глядя на наших, их бабушками не назовешь, назовешь молодыми душой людьми. Конечно, больше всего мне понравилась команда, выигравшая наша Игримская, но и запомнилась очень Саранпаульская команда. Я просто была от них в восторге, от женщин, которые умеют все, и умеют шутить, танцевать, петь. Очень в душу запала эта команда, поэтому все понравилось. Команда-победитель «Неугомонные бабки» уже несколько раз меняла свой состав и с 2005 года в буквальном смысле стоит у истоков игры в КВН для ветеранов. Ну, занимали третье, второе место. Вот второй год держим первое место. Созрели. Здорово. А почему именно «Неугомонные бабки»? Как вы думаете? Почему такое название? Ой, нас руководитель не может угомонить на репетиции. Каждый все свое. Наша команда только будет улучшать все. Наши выступления будут еще краше, еще интереснее. Следующий КВН в 2020 году станет 10-м юбилейным. Организаторы фестиваля и члены жюри выразили надежду, что в нем примут участие команды и из других поселений Березовского района. Вероника Камелькова, Дмитрий Нитин, авторское телевидение «Березово» и «Грим». Березово посетили члены Русского географического общества. Четыре участника экспедиции на север построили маршрут, который проходит через населенные пункты Хантамансийского и Малоненецкого автономных округов. Что ищут путешественники в наших краях? Смотрите в следующем материале. Погода вносит свои коррективы в нашу экспедицию, но мы с трудностей не боимся. Поэтому, как и задумано, на север стартует сегодня. Готовы? Готовы! Вперед! 8 марта участники экспедиции на север начали свое экстремальное путешествие. Два внедорожника, четыре участника, 46 населенных пунктов, 50 дней пути и тысячи километров, которые предстоит преодолеть. Цель экспедиции – собрать фольклор малочисленных народов севера для последующего издания, а также запечатлеть на фото и видео неповторимую красоту арктической природы и ее уникальных жителей. Мы находимся на реке Обь, недалеко от поселка Мужи, направляемся в Березово. И остановились мы на знаковом месте, потому что сейчас мы находимся в Ямало-Ненецком автономном округе. Делаем несколько шагов и оказываемся в Хантамансийском автономном округе. Мы находимся на границе! Вечером 25 марта группа прибыла в Березово. Поздний приезд в незнакомую местность создает дополнительные сложности. К счастью, местные люди понимают и помогают. Мы зашли в магазин, хлеба не было, его разобрали. Нам продавщица отдала булку хлеба, которую она обложила себе домой. В Березовском краеведческом музее команду экспедиции ожидала подробная двухчасовая экскурсия. Экспозиция впечатлила гостей. По пути своего следования группа встречалась с представителями Ненцев и Ханты, поэтому больший интерес вызвали экспозиции, посвященные быту и культуре народов Манси. Ксения Двориченко, участница экспедиции, занимается ведением онлайн-дневника поездки в сети интернет. Ксения говорит, что самое главное открытие – это люди. Да, понятно, у нас есть прекрасные места, удивительная природа, но больше всего, конечно, поражают люди, которые встречаются очень интересные. Во-первых, они очень много знают, они очень много рассказывают интересного, и они настолько добродушны, приветливы. Еще вот сколько с 8 марта мы ходим, вернее, продвигаемся, ни один человек еще нам, не знаю, не захлопнул дверь перед нашими носами. Как-то все принимают душевно, очень здорово. Поэтому не зря говорят, что на севере люди с теплыми сердцами. В каждом населенном пункте людям есть о чем рассказать. Частой информации так много, что приходится задерживаться. Дмитрий Ждан, руководитель экспедиции, на север снимает поездку на видео. По итогу поездки планируется цикл из 30 телепрограмм, а может и больше. Столкнулись с такой проблемой, что даже 50 дней, то есть это у нас чуть побольше, даже 50 дней, слишком мало времени именно, не хватает времени. Много интересного, много приезжаешь, там говорят, мы вам то хотим показать, и приходится, вот даже маршрут мы корректировали уже, мы где-то останавливались вместо дня на два, а надо вообще было там на три, на четыре останавливаться. То есть, опять же, основное это время, вот не хватает времени. То есть, поэтому даже можно сказать, здесь можно проехать еще раза три и всегда узнать, что там много. Березова команда не смогла задержаться надолго. Зимняя дорога тает. По пути команда заедет в Нягонь, Хантамансийск, Коголым, Ноябрьск, Муравленко и многие другие населенные пункты. Экспедиция продлится до начала мая. В планах путешественников посетить и другие регионы Севера. В селе Ванзитур 23 марта прошли традиционные ежегодные соревнования по зимнему мини-футболу. Участие в 21-м районном чемпионате приняли четыре команды – Березова, Ванзитур и Грим и команда ветеранов Березовского района. О том, как прошел праздник спорта, в материале Вероники Комяковой. В этом году капризная погода преподнесла футболистам большой сюрприз. Привычный футбол на снегу превратился в экстремальный вид спорта. Плюсовая температура сделала свое дело. Однако любовь к спорту, азарт и желание провести мероприятие незабываемо давали силы болельщикам и спортсменам. На территории проведения соревнований была организована праздничная торговля. И, конечно, эмоции от таких игр самые живые и яркие. Когда вытаскиваешь мяч, эмоции положительные, когда пропускаешь эмоции отрицательные. Ну, вроде бы как бы 50 на 50 ради Ванзитура что только не сделаешь. Лишь бы спорт у нас был, как бы прогрессировал в таких вот маленьких поселениях, как Ванзитур. Так что, ну, а кому как не пенсионерам в этом деле, как говорится, участвовать. И развитие футбола в Березовском районе, оно вот за счет, вот, как говорится, рыбку не поймаешь, да, без труда. Ну, и вот здесь, по-моему, по мне все видно. Но эмоции положительные, в общем. Мы смеемся, нам тут баню пообещали. Так что все, как сказали баня, все, эмоции только положительные. По результатам соревнований лидирующую позицию заняла команда «Игрима». Она же стала обладателем кубка. Серебряным призером стала команда «Березова». Далее в турнирной таблице расположились Ванзитур и команда ветеранов Березовского района. Болельщиков и спортсменов на церемонии закрытия и награждения поприветствовал глава Березовского района Владимир Фомин. «Спортсменам, участникам огромное спасибо за любовь к спорту. Несмотря на сложнейшие условия, минус – это лучше, чем плюс в данной ситуации. Но играли вы с азартом, играли честно и самоотвешенно. Огромное вам спасибо. Понимаю, что пойдете в баню, угреетесь, отморитесь, все будет хорошо». Этот день запомнился жителям Ванзитура не только соревнованиями. В рамках рабочей поездки по району Владимир Фомин провел встречу с жителями села. Вместе с главой района на вопросы людей отвечали глава городского поселения Гримм Тамара Грудо и начальник Ванзитурского территориального отдела Елена Тамчук. Один из поднятых вопросов – состояние площадки для игры в футбол. Сразу же было принято решение в ближайшее время привести ее в порядок, отсыпать, чтобы при таянии снега на ней не скапливалась вода и не стояли лужи. Поговорили и о важности местного производства и развитии предпринимательства на территории села. Также для жителей Ванзитура в Доме культуры был организован концерт с участием игринских коллективов вокального ансамбля «Вдохновение» и фольклорного ансамбля «Здравица» под руководством Анастасии Лысковой. Так, в день футбола люди не только поболели за любимые команды, но и получили ответы на свои насущные вопросы, провели культурный досуг вместе с новыми коллективами. Иными словами, насыщенный выходной день в Ванзитуре удался. Вероника Камелькова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение «Березова», Ванзитур. 31 марта на территории Березовской юношеской спортивной школы состоится лыжная гонка, посвященная закрытию зимнего спортивного сезона. В 11 часов начнется регистрация участников. Торжественное открытие состоится в 12.00, а стартуют соревнования в 12.15. Соревнования проводятся свободным стилем массовым стартом. Ознакомиться с положением соревнований можно по телефону. На этом у меня вся информация на сегодня. В студии для вас работала Альфия Сингатулина. До встречи!